Ну-ка, слушать меня. Тебе очень завидуют твои коллеги. Да знаю. Ты же не считаешь себя самым великим? Считаю, почему? Абсолютно гениальный человек. Махина. Все никогда ударные не лажают. Никогда ничего не лажают. Че-то лажанули. Я тут ни при чем. Ты не бил никого? Да нет. Давайте, мальчики, давайте. У нас министр культуры поменяли. Они неделю пили за мое здоровье. Спасибо тебе огромное. Давай, давай, еще, давай, еще. Александр, спасибо за то, что нашел время в твоем жестком графике. Неожиданно совершенно. С удовольствием. Все самые классные вещи происходят с нами неожиданно в этой жизни. Я предлагаю тебе вспомнить, как 8 лет назад кому пришла в голову эта идея и почему ты за нее ухватился и согласился возглавить Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Я очень коротко постараюсь предысторию сказать, что она на самом деле очень длинная. К тому времени, когда наступил 2010 год, я уже так много умел, знал и мог, и хотел. Это надо было где-то реализовать. Знаешь, один великий профессор дирижерского искусства, вот так вот в классе, значит, он сказал, ну вот студенты, скажите, господа, вот как вы считаете, что самое главное, что должно быть у дирижера? Ну и все стали там говорить, знаете, наверное, надо вот, чтобы техника была мануальная, внешний вид, надо вот другой говорить, там замысел передать, ну в общем, у всех было миллион версий. Он сказал, дураки вы все. Самое главное, что должно быть у дирижера, это место работы. Отлично. Главное оказаться вот вовремя в нужном месте. И это произошло. Произошло это очень интересным образом. Меня стали приглашать, когда Фуат Шакирович Мансуров, предыдущий руководитель этого оркестра, народный артист, совершенно потрясающий дирижер, известный во всем мире, он уже очень плохо себя чувствовал. И оркестру, знаете, когда оркестр, говорят, звучит так, как чувствует себя дирижер. И вот Фуат Шакирович был уже, конечно, очень тяжело болен. Я при нем приезжал сюда и поработал с оркестром, и мне здесь очень понравилось. Хотя я бывал раньше в Казани, работал с консерваторией, со студентами. И я с удовольствием сюда приехал, уже как дирижер, приглашенный в оркестр. Когда я приехал в очередной раз в Казань, это было празднование 90-летия Татарской ССР. В 10-м году. Это был 10-й год, май месяц. Я провел концерт, и после этого меня просто пригласили на короткий разговор к президенту. Он спросил, кто это такой. Ему сказали, что вот, он сказал, так, квартиру давайте, и давайте вы сюда к нам. То есть вот так коротко. Это было, это было, ну как, вот чем феноменален Татарстан, вот, скоростью принятия решений, и самое главное, что для меня это было очень правильное решение. Саша, у тебя не спросили, хочешь, не хочешь, на квартиру работай. Нет, нет, не так самонадеянно, нет, просто готовность президента решить вопрос, а ему этот вопрос задавали. Он был, конечно, в курсе, что Мансуров, Мансуров, ему оставалось жить неделю. Да, 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 и вот так сложилось, что, да, это решение было принято, и через пару дней мне позвонили из администрации президента, из управ делами, сказали, приезжайте, пожалуйста, квартиру выбирайте, вот, президент сказал команду, значит, обеспечить. Вот, это как в сказке, когда к тебе так относятся, так сказать, первое лицо, и когда тебе дают, оказывают честь и такое доверие, да, у тебя нет другого варианта, ты должен умереть, но сделать то, что ты должен. Мотивация была сверхвысокая. Понятно. Ты пришел перед тобой чужеродный, по сути, организм. Так ведь? Да. Вот, с чего ты начал внедрение, там, как это называется? Я сказал, я сказал сразу на канале Культура, у меня было первое интервью, уже в должности худрука, я сказал, что я сделаю этот оркестр лучшим в России. Так. Так, вот это я очень нагло заявил, абсолютно. Ты как раз в духе наших, значит, устремлений, которые, и принципов, которые в Татарстане приняты, но, значит, Рустам Магалич призывает наших всех министров, начальников, уже не на Россию равняться, а на зарубежье, поэтому вот здесь вот тебе есть еще, чем устремиться. Это будет вторая часть нашего разговора. Все-таки в лучшем мире мы должны быть. Ну, нет, хорошо. Рассказывать, ну, просто это, это все равно, что алфавит наоборот. Ну, понятно. Я, это первая буква, а это последняя. Все, наперекрасно. То есть там были разделены менеджерские функции и творческие функции? Там вообще не было никаких менеджерских функций. А, понятно. Оркестр был просто каким-то приложением, там, каким-то праздником, мероприятием. Они бесплатно это работают за это, так сказать, им не платили практически никаких денег. А зарплата? Они же были в штате? Они были колоссальные, там, по 300 долларов какие-то зарплаты, они бегали, как угорелые музыканты додели на плацах, во всяких учебных заведениях военных, зимой там, значит, они. Ужас. Кто-то так на такси работал, ну, жить-то надо было на что-то. Кто-то преподавал, но они, как музыканты, они не зарабатывали ничего. Они играли на каких-то жутких инструментах уже. За, знаешь, любой инструмент, он имеет срок годности. Да, кроме страдивари, да, и мастеровых итальянских. Варнерри, страдивари. Они с годами только становятся лучше. А вот духовые, они же, слюна это кислота, они прожигают этот металл, и постепенно теряется тембр. А что такое тембр? Тембр это то, чем один оркестр отличается от другого, понимаешь? И вот в чем потрясающая поддержка была, что Рустам Наргалючич не просто сказал, ну, давай, там, работай. Он сделал все для того, чтобы это осуществилось. Потому что он прекрасно понимал, что для того, чтобы оркестр звучал, он должен играть на хороших инструментах, в первую очередь. Они должны зарабатывать достойные оклады, они должны работать только в оркестре. То и фанатично этому служить, не работать, а служить, понимаешь, высокому искусству. Это совершенно нереальная была по тем временам задача, потому что никто даже не поверил, что там будут оклады как-то пересмотрены. Как-то к ним начнут относиться как к людям. А потом так постепенно, постепенно, я смотрю, они уже так расправляют крылья, и они уже чувствуют себя настоящими артистами. Ну и так далее. История-то ее же куда денешь. А как тебе это удалось? Подожди, ты ходил на прием к президенту, к министру культуры, там доказывал. Вот чисто технически, как вообще получилось? Было две встречи с Рустам Наргалючим. На первом он сказал, что тебе надо. Я сказал, надо то-то, то-то. Он сказал, давай делай, и в присутствии министра культуры, тогда Блазия Ахмьянна, значит, сказал, решайте вопросы все. Прошло несколько времени, я боюсь, месяца полтора, там, ну как бы, ничего не решалось. Ну тогда я, естественно, обратился второй раз к президенту и сказал, что Рустам Наргалючич, что там... Не идет, да? Ну как-то вообще, что-то не понимает народ, зачем меня сюда привезли-то, да? Я-то переехал сразу уже, в августе я уже приехал на машине, привез весь с картам свой и начал вот на театральной в особняке жить и так далее. И ничего не двигалось с места, вот. И пока президент не дал команду через премьера, значит, чтобы это все наконец-таки заработало... А по-моему, у нас министра культуры поменяли, слушай... Ну это было чуть позже, нет, чуть позже все-таки, да? Я тут не причем, сейчас слово. Ясно. Нет, не хотелось бы так думать. Но... Но процесс пошел. Процесс, конечно, пошел. И только благодаря этому удалось решить, конечно, сразу вопрос финансовый, потому что музыканты стали получать тогда еще в два раза, сразу в два раза выросли оклады. И вот из этого разваливающегося домика мы построили колоссальное шале такое, настоящее. И... Ну, я могу долго об этом говорить, но мы же знаем итог. Вот на сегодняшний день уровень внимания, содержания нашего оркестра, ну хоть как-то можно сравнить там, допустим, ну, с такими там, ну как оркестр Светланова, там, как ведущие федеральные? Или еще дотягивать нужно? Нет-нет, ну у нас, как сказать, есть свои плюсы, свои минусы. То есть, оркестры московские уровня Светланова, у них есть коллекционные инструменты, которые они используют. И это, что касается звука, да, то я только начал это формировать, это процесс десятилетиями складывается, да. Но если говорить об инструментарии, их итальянские инструменты, конечно, они сами по себе уже звучат так, там, каждый инструмент стоит там по два, по три миллиона евро. Евро? Да. У вас есть такого уровня инструментов сейчас? Такого уровня инструментов у нас нет. Я думаю, что если бы у нас были инструменты такого уровня, мы бы сейчас уже играли еще круче, потому что это, ну, все, что водить там, допустим, ну, какой-нибудь Тойоту и Майбах, да, вот разница. Вроде бы тоже едет, вроде бы тоже чистая, помытая, но разница колоссальная, да. Если говорить о каких-то мечтах, это мечта, которая бы, ну, нас очень сильно продвинула, да, потому что у Валерия Бесадовича Гергиева, допустим, у него порядка 140 миллионов евро, по-моему, ушло на закупку этих инструментов. Сколько там? Сколько? Валерия там где-то, чтобы проглядывали, да? Семь мировым, так сказать, стандартам, потому что я с этим абсолютно, с этим трендом я абсолютно согласен, он мне очень близок, да, и мы ориентируемся, конечно, на лучшие оркестры, мировые, и это нас очень двигает. А ты в курсе, Саша, что тебе очень завидуют твои коллеги из смежных, так сказать, культурных областей жизни? Я знаю, но... Ты бюджет не будешь говорить, сколько у тебя? Нет, зачем? Во-первых, это все в открытом доступе, во-вторых, даже моя зарплата, вот, со всеми моими гастрольными, там мне звонят, называют цифры, правда, еще больше, но это то, что есть, ну, куда от этого идти? Ну, и как ты относишься к этой ревности? Понимаешь, во-первых, я честно скажу, вот, без всякого кокетства, я на это не обращаю никакого внимания, мне абсолютно все равно, кто, что и почему, а во-вторых, не потому что я такой наглый, значит, и мне вообще все равно, ни в коем случае, просто был опыт в десятом году, в конце, значит, мы получили от президента первый грант тогда, и все сказали, что, ну, это вообще вопиющий, кому, за что, почему, для чего. Через год театр получил, значит, наш оперный театр получил такой же грант, если не больше, и музыканты, это мне уже мои рассказали, они неделю пили за мое здоровье. Ты же прорвал плоти, потому что всегда должен кто-то первый, так сказать, сделать то, что никто до него не делал, понимаешь? И, конечно, все мои действия, они вызывают, ну, наверное, так сказать, и ревность какую-то, и, ну, будем это так называть, и какую-то неприязнь, я никому не обязан нравиться, я такой, какой есть, я делаю честно свое дело, пашу здесь, понимаешь, как раб на галерах. Ясно. И получаю от этого огромное удовольствие, потому что, знаешь, почему? Потому что есть результат, если бы его не было, можно было бы, наверное, повеситься. Любые инвестиции предполагают, значит, возврат какой-то обратный. Понятно, что инвестиции в культуру, это, ну, не сейчас, не завтра, это... А есть ли какой-то вот ощутимый результат? Билеты вы продаете на концерты, платные там где-то выступаете, гастроли и так далее, это приносит что-то? Ничего это не приносит. Или полностью все-таки вы надеетесь на государство? Мы не надеемся, Андрюш. Дело в том, что, к счастью, нас очень сильно поддерживают, да, но я могу сказать, что есть сферы такие, которые не приносят дохода. Вот смотри, сейчас артист любой, очень высокого ранга, но он стоит от 50 до 100 тысяч евро. Вот скажи, пожалуйста, какой зал должен быть у нас, если... И сколько должен стоить билет? Чтобы хотя бы вернуть в ноль. Ну, вот скажи, ну, это только гонорар. А они везут с собой там иногда целую свиту. Им надо проходить там через специальные проходы в аэропортах, чтобы были стыковки. Они все любят комфорт, но все это большие артисты, это нормальная практика. В этом нет ничего зазорного. Но, понимаешь, один приезд Доминго сюда, в Казань, сделал невероятные вещи. Один приезд Роберто Алани, или один приезд, я не знаю, Хворостовского в свое время, когда мы пели у Дворца земледельцев. У нас просто есть определенная задача, и зарабатывать на этом деньги... Это не первая задача. Вряд ли возможно. Но то, что сегодня во всем мире в поверье, я не преувеличиваю, знаю, что в Казани есть инструмент мирового класса. Я имею в виду наш оркестр. Это, я говорю, без преувеличения. Если вводишь в поисковую строку в гугле, значит, название, значит, ГСО РТ Станта Мерлана. Вылезает, значит, оркестр. Оркестр, да. Ты на БИС это всегда исполняешь. Но не всегда. Почему именно на этот отрывок у тебя так... Я объясню. А дело в том, понимаешь, я же практик. Я знаю, как мне, скажем, взорвать зал. Как добить. Да. Эмоционально. Нет, абсолютно. Это же наука тоже, Андрюш. Это кажется, что ты вышел, подирижил, все похлопали. Молодец. В каждом зале ты должен оставить эффект, чтобы о тебе помнили навсегда. Тебя вот критиковали даже, и ты ответил. Критиковали, почему ты, значит, на татарских композиторов не даешь на БИС. Ты говорил в прессе, что если появится такой татарстанский композитор, способный сочинить нечто, вот такое вот, то ты обязательно его будешь использовать. Конечно. Сейчас появился, он будет в перспективе, нет. Ты вот рынок, вот этот вот, эту аудиторию лучше всего знаешь. Я знаю. Когда появится? Ну, откуда же я могу сказать, когда появится? Ну, есть к этому предпосылки какие-то? Ну, я все для этого делаю. Мы сделали фестиваль сейчас татарской музыкой, Мират, который именем Назиба Гаяча-Жиганова назван. Слушай, я уже давал объявления, я уже говорил, ребята, приезжайте в любой момент, и нескольких прослушивали здесь. Понимаешь, для того, чтобы вот зал стоял и аплодировал, для этого надо, правда, очень талантливую музыку писать. Ну, я не знаю, вот я не композитор, да, то есть у меня были опыты, я, я, это страшная профессия, на самом деле ужасная. А научить этому можно? Вот у нас целая консерватория. Понимаешь, научить этому нельзя, так же, как и дирижирование. Это люди рождаются с этим, да, а у нас учат. Вот в чем разница. У меня постоянные были какие-то трения, и все время были недовольствия, что я не уделяю внимания. Ой, господи, ну это такая песня вообще, пурга. Но я им всем сказал, ребята, композиторам, напишите мне бесовку, где в любой точке мира я буду играть эту музыку, и говорит, это татарстанский композитор написал. Ты думаешь, что-нибудь что-нибудь написал? Никто ничего не написал. На домашних концертах у тебя здесь вот превышает, там, сто процентов, стульчики приставные постоянно, люди. А как на других площадках? В деньгах? Ну, в России. В России? Да. Смотри. Как обстоят дела? Я сейчас расскажу. В России вообще феноменально. Вот московская филармония работает так. У них абонементная система. Значит, залы у них практически все битком. То есть выкупают на корню и ходят, и забивают. Вот мы играем. У меня не бывает такого в Москве, чтобы у меня было там ползала. Во-первых, мы уже в Москве, я не знаю, очень знаменитые. Ну да, сделали имя. Если раньше мы участвовали как приглашенный коллектив в абонемент... Саша, я хотел сказать, совсем скоро состоится твой первый концерт собственного абонемента в московских филармонах. Это вообще беспрецедентно. У нас получается в январе, в феврале и в марте три сложнейших концерта, которые я покажу здесь, в Казани. И на следующий день мы это играем в Москве. Мы каждый год ездим в Маринку 3, каждый год мы играем для петербургской публики. И я хочу сказать, что последние концерты, sold out всегда, просто распродан зал. Все знают, что татары едут, все покупают заранее билеты. Кроме Москва, Питер, какой город в России так же воспринимает, так же ценит, так же понимает в музыке твоего жанра, в симфонической музыке, как Казань? Понимаешь, публика везде одинаково тепло принимает, если ты одинаково хорошо везде играешь. Наполнил оркестром содержанием, навел порядок, затем стал вытаскивать оркестр Россия, Москва, Питер. В 2016 году познакомил с нашим оркестром Европу. Дальше что? Какой ход? Что еще нужно сделать, чтобы стать на уровень самых лучших оркестров, типа Гергеева, кроме эксклюзивных инструментов? Что нужно для этого тебе? Ну, для этого вообще любой оркестр – это история репутации. Любой оркестр. Это десятилетиями слагаемая история. И разница, допустим, между Гергиевым и нами, в том, что у Гергиева 300 какой-то сезон уже, понимаешь? А у нас 50, дай бог памяти, 4-й, 53-й, 53-й, ну то есть разница. Чтобы стать как Гергиевым, тут должен быть, я не знаю, столетиями оазис культурный, понимаешь? А у нас то все отлично, то потом ба-бах, и лет на 20 там все проваливается куда-то. Ну, черт кто знает, ну, у меня задача ведь очень простая, да, вот сколько мне отведено, я понятия не имею, да, но я должен, то есть я сказал уже 8 лет назад, я стратегически определил задачу, что мы должны быть лучшими в России. Мы эту задачу решили, и я теперь говорю себе, да, ну, чтобы было весело жить, чтобы было понятно, так сказать, вообще, чем мы занимаемся. Теперь я говорю себе, что мы должны стать брендом, очень известным в мире, не мировым брендом, а брендом Татарстана, который олицетворяется через наш оркестр, понимаешь? Он был узнаваем через оркестр, и мы уже очень много для этого сделали, и вот смотри, мы сейчас сыграли летом в июле на фестивале для рок-де-антерон. Слушай, они в горах построили этот концертный зал, прям вот, прям на улице, в парке, стационарный зал, но он как кубик-рубик, он разбирается, да, то есть он разборный, но там очень удобные места, по-моему, на 1200 зал, прям вот леса, там цикады орут, значит, да, и вот сидит народ, 1200 мест, сцена на воде, который резонирует, дополнительный резонанс, да, с такими акустическими, там, отражать, слушай, ну вот, вот скажи, пожалуйста, кому такое в голову придет? Ну вот на день ставим эту палатку, понимаешь, играем для людей, да, в День республики, вот, а там это стационарно работает концертный зал, вот, можете себе представить, но к чему я так долго рассказываю, мы приехали, сыграли там два концерта, на следующий день мы получили приглашение на три фестиваля сразу, вот в этом году, то есть каким образом это работает? Качество, сейчас можно удивить их только качеством, виртуозностью, понимаешь, бриллиантностью, вот точнейшим попаданием в музыку, в ее содержание, и реакции из зала, понимаешь, и Тамерлан, это та самая вишенка на торте, после которой зал потом кричит, давай, давай, еще, давай, еще, понимаешь, то есть получается, что мы, кстати, критику получили французскую, сногсшибательную. Сталкивался ли ты в своей жизни и в последние восемь лет с отрицательными, значит, критическими материалами? Как вы, как ты на них реагируешь? Как вообще? Ни разу. Ни разу не сталкивался? Понимаешь, я сейчас объясню, критика это объективное отражение, критика, это объективное отражение того, что происходит на сцене, вот пойми меня, значит, есть просто, я с этим сталкивался на протяжении восьми лет, особенно в начале пути здесь, там была не критика, там была заказуха чистой воды, когда говорили, что вообще откуда его взяли, кто он такой, без рода, без племени, это не критика, как к этому можно относиться? Ну, это мелкое хулиганство, слушай. Нет, а профессиональный критик, который деньги этим зарабатывает? Профессиональные критики писали то же самое, что так по-свински, там, по-барски, значит, там еще как-то, нельзя играть симфонии Жиганова, вот Рахлин, вот он трактовал это, а вот это вот, это была заказная статья, то есть это было все, так я и говорю, как к этому можно относиться? Это абсолютно чистой воды хулиганство. Подожди, это не значит о том, что ты вообще не воспринимаешь критику, считаешь себя великим и непогрешимым, что у тебя никогда ударные не лажают, там струнные, все отлично. Понимаешь, у меня на самом деле никогда ничего не лажает, вот в чем проблема. А если это происходит, то я им потом устраиваю такую критику, понимаешь, что они неделю ходят больные, понимаешь? Нет, серьезно говорю, это очень важный астет, я критику воспринимаю, но я слышу людей, которым я могу прислушаться. Вот, я об этом спрашиваю. Это не те люди, которые пишут статьи в газетах, это люди, которые... Хорошо, не в публичной плоскости, вот мнение мэтров, мнение профессионала, ты воспринимаешь, на что тебе внимание твое обращают, ты же не считаешь себя там самым великим? Считаю, почему? Нет, я имею в виду, даже самый великий ошибается. Как ты воспринимаешь это все? Послушай, ну, есть, может быть, три, может быть, четыре. И от кого бы ты, да, вот от кого ты воспринимаешь критику? От людей, которые опытнее меня, взрослее, мудрее меня. Кто, можешь назвать? Я тебя могу назвать Александр Чайковский. Человек, который 15 лет проработал советником Гергиева в Мариинском театре. Кто еще? Гиа Кончелли, если мне говорит что-то, я очень внимательно слушаю. Алексей Львович Рыбников, если мне что-то говорит, понимаешь, я его очень внимательно слушаю, потому что абсолютно гениальный человек, махина, масштаб. И с ними не просто там сложно, с ними очень интересно, потому что ты понимаешь, какого масштаба люди, и благодаря тому, что они с тобой общаются, ты как-то подтягиваешься до этого уровня, понимаешь? Я счастливый человек, потому что я с ними общаюсь, я по телефону с ними разговариваю, понимаешь? Если они мне говорят, Саш, слушай, ну там что-то, давай, я говорю, да, потому что они просто так ничего не скажут. А критика, вот, все зависит от того, какой продукт ты представляешь, понимаешь? И любой критик, который напишет про нас плохо, но он может написать, я ничего не имею в виду, но ему уже скажут, что его коллеги, ты что, с ума сошел? Что ты пишешь? Ты посмотри. Сейчас только лениво не говорит о том, что мы за эти годы, за такой короткий срок сделали, и в среде профессионалов, но мы сейчас в авангарде, я этого совершенно не стесняюсь. Я считаю, это наше огромное достояние. Твое поведение на сцене, как ты себя ведешь, как ты управляешь, как ты отдаешься этому процессу, это, ну, это сам по себе артистизм. И не считаешь, что ты на себя внимание избыточное с точки зрения некоторых, да? Понимаю, понимаю. Ты перетаскиваешь внимание от музыки. Музыка это все равно то, что закрыт, закрыв глаза. Откуда у тебя такая манера, значит, работы, и что она тебе дает? Сейчас объясню, ну, смотри. Люди в основном воспринимают музыку через жест дирижера в любом случае. Первая задача своими жестами не отвлекать, а показывать, что происходит на сцене. Да, это очень важный аспект, потому что, если ты просто будешь стоять вот так вот и как-то стоять, да, это называется там, да, отбивать долю и так далее. Ну, это к дирижированию не имеет никакого отношения, поставь, там, я не знаю, научи обезьяну, метроном. Или метроном включи. Сейчас, кстати, японцы сделали робота дирижера. Да, дирижировал пятую битхоина, по-моему, потрясающе. Ну, это чушь полная, на самом деле. Нет, сделали же робот картины рисует же сейчас. Да сейчас что хочешь? Робот, искусственный интеллект, я имею в виду. Я видел даже девушек таких, вообще, потрясающе, не отличить. Понятно. Но жизни нет. Так вот, ну, что тебе это все-таки, как ты к этому пришел? Я пришел, я тебе объясню, очень просто. Значит, смотри, первая задача это артистическая, конечно, да, чтобы твой жест выражал суть музыки. Это школа петербургского дирижирования, да, это русская школа дирижерская. И этому учат. То есть твой жест должен соответствовать тому или иному звучанию. А в конечном итоге, знаешь, что такое симфония, да? Это звуковая картина. И дирижер это человек, который берет и широкими мазками рисует эти картины, понимаешь? А чтобы заставить 100 человек, понимаешь, подчинить своей воле и не как диктатор, ну-ка слушать меня. Хотя и так тоже, потому что ты так или иначе, как и режиссер, ты берешь на себя инициативу, и ты отвечаешь в конечном итоге за продукт, который ты поставляешь. Ты своими эмоциями заряжаешь больше оркестр или зрители все-таки? Послушай. Или зрители через оркестр? Нет. Получается, что они получают импульс, музыканты, от меня и бросают его в зал. Ну, вот. А из зала они возвращаются нам всем вместе. Не всплеваем. Сколько килограмм ты за хороший вечер, когда ты работаешь, теряешь? Ничего не теряешь. Ничего не теряешь. Просто у тебя такая экспрессия, я за тобой наблюдал не раз. Но это не то, что я обращаю на себя внимание. У меня оркестр так звучит. Понимаешь? Ты вот уже начал эту тему говорить, что я ему потом, после как... Ты тиран, ты держишь их в руках. Слушай, это как в семье с любимой девушкой. Все можно разрешать, но надо проверять. Нет, это понятно. Ты не бил никого физически. Да нет, на самом деле я их даже словом оскорбить не могу. Я могу топнуть ногой. Ну, слушай, посмотри, как Черчесов тренирует. Я же тоже со Станиславом Салановичем очень близко, давно знаком, частью. Или как любой тренер, который добивается результата. Они что, сидят и говорят, давайте, мальчики, давайте. Ну, туда пошли. Ну, идите. Это исключено. Ты работаешь... Не завезешь. Это не даст вообще никакого результата. Понимаешь? Понимаешь? Поэтому, конечно, без жесткости никуда. А какие еще, кроме личного давления, словесного, какого-то эмоционального давления, рублем наказывающего или чем? Это самое эффективное. Я просто штрафуюсь. Я не плохо работаю. Я их штрафую. А почему они должны... Я говорю, будете зарабатывать, как раньше, если будете так играть паршиво. Нет, это не шутки. Понимаешь? Я неделю, допустим, где-то в поездке сам приезжаю. Тут дирижер другой был. Как бы ничего не меняется. У них нет выходных, они работают. Я прихожу, другое оркестры. Это, это, да, и как на дамкрате опять надо... Дрессировщиком себя не чувствуешь? Ну, в определенном смысле. Ты знаешь, любой человек, который закончил консерваторию, это переравнивается к школе дрессировщиков, детей, к животным. Уже не первый год ведутся разговоры о строительстве концертного зала. Недавно я у президента брал интервью, он подтвердил, что сейчас вот они этот крупный объект заканчивают и приступают. С тобой вообще советовали? Каким должен быть этот зал? Нет, по сути, со мной никто не советовался. А каким бы ты видел его тогда? Ну, все зависит от того, какой зал хотели бы строить. Потому что я слышал, что это должен быть какой-то трансформер, это должен быть зал пятитысячник и так далее. Вот я как человек, который играл во многих лучших залах мира, концертах, могу сказать, что они, конечно, не трансформеры. Они специально для этого сделаны, для концертов симфонических, для оркестров, певцов, солистов, хоров и органной музыки. Поэтому это зал для Татарстана, который не должен превышать 1500 человек. Это максимум. Это в два раза сейчас больше, чем Сайдашеву был бы. И я думаю, что для концертной жизни, и такой даже интенсивной, этого было бы более чем достаточно. Полторы тысячи заполнить очень непросто. Да. Все остальное это стадион, да? Все остальное это уже... Да, потому что это искусство академическое. Оно требует, ну как сказать, очень близкого контакта. И не может быть там пятитысячника. Ну это не форум никакой. Понятно. Там должна быть натуральная акустика. Вот в Заряде они сделали сейчас зал. Очень разумный. Огромная сцена, но в зале 1600 мест. Для Москвы, для Красной площади это самый оптимальный вариант. Но, понимаешь, надо построить такой зал, чтобы весь мир обомлел. Потому что мы это можем сделать. Да? И не надо чужих ошибок повторять. Там вот как новосибирские сначала, там они строили, строили, а потом убили акустику и все. Там играть не важно. В зале ведь самое главное, что акустика. Акустика, да. Я знаю, что у тебя, мне подсказали, что у тебя есть коллекция дирижерских палков. Да, есть. Расскажи о них, что там, откуда они, какие самые классные. Ой, самую-самую-самую древнюю палку, которая еще относится к концу 19 века дирижерской. Я ее отвез домой, потому что там у меня такой тоже мини-музей. Это мне друг подарил на 50 лет. На аукционе купил. Да, 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 в Германии. А есть разница? Или просто размер, длина или в чем вообще? Палочка и палочка. Они разные все. Для каждой музыки у меня своя длина, своя толщина. Для каждого стиля, для каждого композитора они отличаются на самом деле. То есть, если в концерте несколько произведений разных авторов, у тебя несколько палочек лежит. Я могу брать несколько палочек. А в чем разница? Ты понимаешь? Ну, разница, я тебе объясню. Вот есть акварель, да, и кисточки такие. А есть масло, да, и там другие кисточки. Я понятно объясню? Вот, собственно, то есть это мазки, которыми ты рисуешь музыку. Это ощущение, да. Вот это палочка, это продолжение руки твоей. Да, то есть... Ну, это для твоего комфорта, прежде всего, правильно? Ну, понимаешь, мой комфорт сразу сказывается на комфорте оркестра. Если я зажатый, и мне некомфортно, они сразу становятся зажатыми. Это физиология, правда. Спасибо тебе огромное. До что-то. Спасибо за приглашение. Я думаю, музыканам там будет интересно. Комментарии почитаем. Ладно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.